Трансферное окно в Англии из-за пандемии закроется лишь 5 октября А обычно мы выпускаем видео про стартующий сезон премьер-лиги, когда команды уже практически укомплектованы Сейчас же впереди больше двух недель открытого рынка и еще возможны громкие переходы Вместе с тем тренеры стараются начинать сезон в том составе, который рассматривается как основной Короче говоря, много громких трансферов в оставшееся время не случится И в первом туре мы увидели расклад сил, который кардинально, скорее всего, не изменится А значит время представить наш традиционный ТОП-10 главных интриг АПЛ-2021 Будет интересно Десятое место и такая интрига Будет ли рискованный футбол Марсела Бьельсе приносить лицу результат в АПЛ? Но прежде несколько слов о двух других новичках лиги Вестбромвич вернулся после двух лет отсутствия Команду тренирует экс-наставник московского локомотива и Вестхэма Славин Билич Но по составу Дрозды откровенно смотрятся претендентами на вылет У более богатого Фолхема, как мне кажется, шансов закрепиться побольше Состав интереснее А самая главная фигура команды сейчас — главный тренер Скотт Партер Он провел в АПЛ 369 игр Сейчас ему 39 лет И в первом же полноценном тренерском сезоне он смог решить задачу выхода команды в АПЛ Вау! Интересно, что у него получится в главной лиге страны Но дебют в высшем дивизионе Англии знаменитого тренера Марсела Бьеси Который считается учителем многих нынешних топовых специалистов Безусловно, еще интереснее Аргентинец — адепт высокого и очень интенсивного песинга Поэтому его среднее по составу команда Скорее всего, в премьер-лиге будет много пропускать А ставку наставник сделает на то, чтобы забивать как минимум не меньше Почти получилось в первом туре В чемпионшипе Лидс создавал очень много моментов Но были проблемы с реализацией Патрик Бэмфорд — один из худших по реализации форвардов в мире Он в прошлом сезоне забил в два раза меньше мячей, чем должен был Для решения этой проблемы летом купили форварда сборной Испании Родриго Моментов у него точно будет много Посмотрим, как он их реализует Но все же главная проблема Лидса с его сумасшедшим прессингом Слишком большая зависимость от физического состояния игроков В хорошем состоянии Лидса ставит конкуренцию лучшим клубам Англии В плохом стреском провалится Самое главное — скучно за просмотром матчей коллектива Бьельсы Не будет это 100%, команда круто пошумит в АПЛ Девятой строчкой прописываем вопрос Идеален ли тренер Артета для нынешнего Арсенала? Пока у испанского специалиста получается выжимать максимум из не самой сильной, откровенно говоря, команды Артета, работавший с Гвардиолой над доминирующим футболом в Сити Первое время и в Арсенале пытался ставить такую игру Но быстро понял — Пушкари в своем нынешнем составе не способны эффективно играть в тотальное владение Микель принял эту ситуацию, и его команда стала чаще действовать от обороны Круто, что наставник оказался настолько гибким Летом лондонцы взяли несколько крепких центральных защитников Лучше бы одного топового, хотя левша Габриэл из Лиля уже сейчас должен застолбить за собой место левого центрального в тройке Виллиан добавит вариативности в группе Атаки Тем не менее, в целом команда Артета на бумаге слабее лучших клубов Англии Однако мне кажется, если у кого-то из основных конкурентов сезон не задастся Арсенал ухватится за этот шанс и займет итоговое место выше ожиданий А не наоборот, как было в последние годы Есть ощущение, что Арсенал наконец нашел своего тренера, которым был для клуба Арсен лучших лет Два трофея за полгода при Артетте — это крутой график для пушкарей Короче, Арсенал точно будет бороться за топ-4 И интересно, выполнит ли клуб эту задачу Вопрос номер 8 Как уживутся в МЮ три топовых плеймейтера и два отличных вратаря? Главный трансфер Дьявола в приобретении Ван де Бека, который способен управлять позиционными атаками При этом в команде уже есть Пагба и Фернандеш Возможно, что кто-то один из этой троицы креативных игроков лишний А может быть, покупка голландца — это дальновидная подстраховка на случай ухода поля, который со своим агентом Райолой постоянно мутит воду? Ван де Бек — универсальный полузащитник Он может сыграть и десятку, заменив таким образом Бруну И восьмерку, выполняя функции Пагба Если же все трое в команде и здоровы, тогда Сульшеру придется либо проводить искусную ротацию Либо менять схему, пытаясь уместить на поле всех троих Что касается голлтиперов, то возвращение из аренды Дина Хендерсона уже этим летом само по себе интригующее решение Действительно, парень провел очень сильный сезон в Шеффилде Дьяволы отозвали его и продлили с ним контракт до 2025 года Но ведь Эмью платит очень жирную зарплату Давиду Дехия Сажать на скамейку человека с такой личкой — это нонсенс Хотя, может быть, Сульшер решил попробовать дополнительно мотивировать испанца, создав ему полноценную конкуренцию Интересно, кто в итоге будет основным В общем, Эмью усилился в том смысле, что продублировал некоторые позиции, но новички не из тех, кто готов сидеть на банке В то же время в основе остаются хлипкие места Нужен достойный напарник в центре обороны Магуайру Левый фланг защиты оставляет желать лучшего Люк Шоу уже не выйдет на плановую мощность И нет альтернативы Гринвуду, как правому Виндеру 18 лет трудно ждать от парня стабильности на протяжении всего сезона Поэтому так нужен Санчо Если эти три проблемы не будут решены, то Эмью вряд ли серьезно поборется за золото А вот в топ-4 быть обязан Седьмая позиция Разобьет ли кто-нибудь топ-6 По нашему мнению, главные претенденты на попадание в шестерку не из числа топов Это Эвертон, Волверхэмптон и Лестер О них и поговорим Лисом прошлый сезон закончили на пятом месте Возможно, то был максимум симпатичной команды Роджерса Тактика Лестера была в новинку соперникам Все залетало, лидеры были в хорошей форме Но стоило выбыть кому-то из основных игроков, как это сразу отражалось на граффити набор очков Распродажи в Лестере этим летом не случилось Отдали только Чилуэла Взяли при этом крайнего защитника Аталанта Тимоти Кастаня Он похож по функционалу, но совершенно точно не сильнее Бена В общем, команда не усилилась настолько, чтобы перестать быть зависимой от отдельных персоналей В этом сезоне травмы снова отразятся на игре Лестера Вулверхэмптон конструктивно выглядит прочнее Эшпериту Санту в прошлом сезоне успешно перекраивал состав При необходимости опускал основного опорника Дэндонтера в оборону И команда продолжала смотреться органично В прошлом сезоне были проблемы с результативностью Сейчас на подмену Хименосу взяли лишь 40-миллионного 18-летнего португальца Фабио Силво Который толком и в Португалии не играл В общем, ощущение, что волки тоже не стали сильнее Именно поэтому абсолютно реальным претендентом на то, чтобы ворваться в топ-6, кажется Эвертон У Ирисок уже был неплохой состав С основным форвардом сборной Бразилии Ришарлисоном Сейчас Карл Анчелотти провел полноценную предсезонку То есть он должен поставить свой футбол А еще он получил мощнейшее усиление Это техничный, тонкий, максимально креативный хамес При Анче он провел в Реале свой лучший год А обеспечивать Колумбитцу свободу и игру практически на чистых мячах Будет вездесущий опорник собака Аллан Анчелотти провел с ним в Наполе полтора года И бразилец был хорош В общем, ждем Но все равно эти три клуба кажутся слабее большой шестерки команд АПЛ Если никто из английских топов не провалится Ни Ириском, ни Лисом, ни Волком не светит место в топ-6 Кстати, осень — отличное время, чтобы сменить автомобиль Первые три моих авто были поддержанными И настоящим вызовом было не только купить хорошую, не новую машину, но и потом продать ее По своему опыту скажу, что приходится сталкиваться с недоверием покупателей к тому, что ты не перекуп Так вот, на Авито теперь можно подтверждать то, что вы являетесь собственником автомобиля Ваше объявление бесплатно выделится специальной плашкой на фоне других И вы сможете быстрее продать авто Так что, если вы настоящий собственник и продаете автомобиль Предлагаю вам прямо сейчас подтвердить это, загрузив документы на Авито Сделать это очень просто После подачи объявления вам нужно в мобильном приложении Авито сделать фото прав и СТС Загрузить их, нажать «Готово» и все Сразу после проверки документов все покупатели увидят, что машину продаете именно вы, а не перекуп И, кстати, после того, как выложите или получите плашку на уже выложенное объявление о продаже авто на Авито Присылайте под специальным закрепленным комментарием к этому ролику фразу Я являюсь собственником, продаю свой, например, Ниссан Кашкай И не забудьте добавить ссылку на объявление Уверен, кому-то это поможет быстрее продать автомобиль А еще вот вам мотивация от меня Среди оставивших комментарии мы случайным образом выберем 5 человек Которым пополним счет в личном кабинете Авито на продвижение объявлений Так что вперед! Ссылка на сервис внизу Главная темная лошадка сезона Тоттенхем на шестой позиции Команда может как провалиться, не показав даже проблесками хорошего футбола Так и забраться очень высоко, даже на второе-третье место И это важный вопрос Что вообще ждать от шпор? Они провели неплохую транспортную кампанию Хёйберг, Слот Чельса теперь могут составить шикарную пару в опорной зоне Это будет умная команда в позиционных атаках, которая не разваливается при потерях Пришел фланговый защитник-бомбардир Мэтт Дойерти Который играет так, как надо Мауриньо Бегает в атаку, не забывая про оборону В то же время Тоттенхем остается командой, которая критически зависит от Харри Кейна Муринио делает на него большую и чуть ли не единственную ставку в атаке Если Ураган не будет так же часто травмироваться, как в последнее время То ЖЗ сможет реализовать свои большие планы Но без Кейна шпоры совсем другая команда Впрочем, ситуацию может изменить покупка Бейла Этот переход способен дать импульс как засидевшемуся на мадридской банке игроку Так и лондонскому клубу, который снизит Кейна зависимость Очень ждем этот транспорт Плюс не забывайте, это второй сезон Мауриньо в команде А на второй год особенный всегда показывает лучшие результаты Запасаемся попкорном и следим, выполнит ли Мауриньо обещание быть в четверке Данное в прошлом сезоне Главное, чтобы при первых проблемах португалец не стал для команды токсичным Что каждый раз происходит в его третий сезон в коллективе ЖЗ, побраться ты, ну не обгоняй свой собственный график, а? Пятая строчка для тех, кто будет выживать в предстоящем сезоне АПЛ Я уже упомянул Вест Бромвич и Фулхим Тяжело им будет закрепиться в лиге Также явный претендент на вылет Астон Вилла А если продадут гриллишек, Вилла вообще станет главным претендентом на понижение Мьюкасл по качеству игры должен был вылетать еще в прошлом сезоне Но Сорокам тупо повезло После неудавшейся продажи клуба с аудовским шейхом Майк Эшли, да и все в клубе наверняка обескуражены И это не добавит мотивации Непонятной командой смотрелся Брайтон Тренер у них прежний Грэм Поттер Но команда качественно усилилась Пришли основной центральный защитник голландской сборной Велтман И умный полузащитник Лолана из Ливерпуля Посмотрим Вестхэм тоже смотрится претендентом на вылет в этот раз Несмотря на Дэвида Мойса, как и Шеффилд Просто потому, что в прошлом сезоне Клинки заняли аномально высокое место Сейчас точно будет откат результатов И уже не затащит вернувшийся в МЮ Супер-вратарь Хендерсон Вероятно, у Бернли и КПР побольше шансов Избежать нервотропки в конце сезона А болельщики Саутгемптона, как мне кажется Могут быть спокойные Хайзенхютель точно на своем месте В июле он стал первым австрийцем в истории АПЛ Кого признали тренером месяца Четвертое место Разделили два вопроса по Манчестер Сити Решит ли Гвардиола главную проблему Своей команды И научится ли Жезус реализовывать моменты У Сити есть один из лучших нападающих планеты Серхио Агуэро Но он часто травмируется И уже как будто не способен играть от звонка до звонка Жезус, по идее, должен получать Все больше игрового времени Но в прошлом сезоне он хорошие игры чередовал с ужасными В итоге главным бомбардиром Сити стал Виндер Стерлинг И что же получается? У команды поставленный футбол мирового уровня Куча голевых моментов И когда они не разбазаривались Горожане побеждали разгромно А вот если мяч ворота не шел в прошлом сезоне Мансити часто терял очки и все больше отставал от Ливерпуля Уход Сане и постаревшего Давида Силвы Не должен повлиять на уровень креатива команды Так что все упирается именно в реализацию Далее оборона Новый классный защитник в пару к Ля Порту был просто необходим Сейчас из Бормута взяли за 45 миллионов евро голландца Натана Акеа Но проблема в том, что он левша, как и Эммерик Два левоногих центрбека это не круто Так что Натан смотрится скорее дублером француза Когда тот вылетал в прошлом сезоне Оборона превращалась в проходной двор Сейчас Ля Порта будет менять Акеа Но в Сити все равно не решили проблемы центрбеков до конца Поэтому продолжают торговаться с Наполи по поводу Кули Бали И возможно опять сильно переплатят Сенегальцы уже 29 лет А ценник итальянцы выкатывают под 100 миллионов В команде сейчас с учетом молодежи 9 центральных защитников Хотят купить 10-го Таков промежуточный итог мучительного поиска Гвардиолы Тройка открывает неочевидный, но очень интересный вопрос Кто станет лучшим плеймейкером сезона? Дело в том, что именно сейчас в Лиге собралось сразу несколько классных представителей этого амплуа Во-первых, интересно, что собой представляет Хаверц Который признавался лучшим игроком Бундеслиги год назад Немец хорош тем, что создает много моментов и делает это даже без мяча За счет открываний, которые расчищают пространство партнером В одной с ним команде будет фланговый плеймейкер Зиеш Тоже новое лицо в АПЛ и тоже креативные качества на высшем уровне Плюс в Лигу пришел Хамес Один из самых талантливых игроков своего поколения в плане создания моментов Непонятно, где будет играть Гриллиш, который тащил Астон Виллу в прошлом сезоне В серьезном клубе его статистика по гол плюс пас может скакнуть Не исключено, что в Ливерпуль перейдет Тиаго Алькантера Который может круто себя проявить в роли глубинного плеймейкера Но все же главная борьба за неофициальный титул самого креативного игрока Кажется, развернется между Бруно Фернандешем и Кевином Дебрюйне Бруно, проведя в АПЛ всего полгода, уже вызвал споры, кто же из этих двоих круче По моим ощущениям, бельгиец пока сильнее, как распасовщик У него постоянно прокачиваются новые скиллы Например, в последнее время стали лучше навесы Вместе с тем португалец пока совершенно незаменим в МЮ Вся атакующая игра строится вокруг него А Сити может успешно сыграть и без Дебрюйне В новом сезоне сравнение Бруно и Кевина выйдет абсолютно корректным Разумеется, если оба смогут избежать серьезных травм И это будет очень интересно На втором месте чемпионсти Ливерпуль Прошел ли он свой пик и исчерпал ли запас везения? Красные вытащили не один и не два матча прошлого сезона в самых концовках Они зачастую забивали все, что создавали Да, по эффективности прессинга, по созданным и допущенным голевым моментам Ливерпуль один из лучших клубов в АПЛ Но неявный лидер Отрыв 18 очков от второго места Аномалия Невероятное совпадение множества факторов Постоянно так быть не может Хочу подчеркнуть Я говорю не о том, что команда на халяву стала чемпионом А о том, что должна была быть полноценная чемпионская гонка Уверенного лидерства Ливерпуля в предстоящем сезоне быть не должно Посмотрите, наши партнеры из MarathonBet тоже считают фаворитом Сити, а не Мерсисайдсов Да и после двух сильных сезонов, второго аномально сильного, неизбежно снижение результатов Мотивация у игроков нынешнего состава, которые стали лучшими в Англии и Европе, уже не будет так зашкаливать Плюс клуб уже второй год подряд не покупает топ игроков, чтобы, что называется, влить свежую кровь А Алькантера, которого хочет Ливерпуль, рассматривается как замена Вейнальдуму, а не в дополнение к нему Что сделал бы красных однозначно сильнее Это разные футболисты, голландец дает второй темп Атати, а Тьяго офигенный разыгрывающий опорник С Алькантерой и без Вейнальдума Ливерпуль придется перестраивать игру в середине и интегрировать в основу условного набития Тана вместо Джорджинио А такие трансформации не происходят быстро, вероятны очковые потери И еще одна проблема, красные так и не купили сильного форварда Серьезная травма любого из троицы Салах, Мане, Фермина будет автоматически означать для Ливерпуля потерю в качестве Атати На данный момент все игроки подмены явно ниже класса Короче, с интересом наблюдаем, как клуб по ходу сезона попытается решить назревшие проблемы И главная интрига предстоящего сезона в Англии Сделает ли Лэмпорт с Абрамовичем новую топ-версию Челси? Несколько последних лет владелец синих явно экономил То ли остыл к футболу, то ли обиделся на британские власти, которые как будто выдавливали его из страны Ну а сейчас мы видим кардинальную перемену настроения Челси тратится почти так же круто, как в первые годы после прихода российского владельца Амбиции явно не ограничиваются победой в АПЛ Я недавно встретил главного российского футбольного инсайдера Нобеля Арустамяна И смотрите, какой он дал прогноз Но мне кажется, я смотрел по букмитерам, там все-таки Сити и Ливерпуль прям очень сильно Слушай, ну это понятно Это понятно, что Сити и Ливерпуль Но рано или поздно должна быть еще одна сила Я думаю, что силу же Челси Какое место вы тоже думаете займут? Челси? Ну, давай так, они выйдут в полуфунал лиги чемпионов, нормально? О, ну ничего себе Челси взял пять топ-игроков Хаверца, Вернера, Чилуэла, Зиеша, Тьяго, Силву При таком массовом пополнении это сплошь точечное усиление Каждый из новичков по качествам подходит команде И апгрейдит ту позицию в команде, на которую его взяли Проблема теперь в том, что надо наполовину менять стартовый состав Это будет совсем новая команда Второй год подряд Лэмпорту придется заниматься масштабным строительством Пару месяцев на это может уйти и за этот срок можно потерять немало очков Челси в прошлом сезоне играл в карнавальный футбол Много забивал, но и много пропускал Тьяго Силва, которого после отличного плей-оффа ЛЧ Боссы-ПСЖ передумали отпускать, но было уже поздно Точно укрепит центр обороны Но ему 35 Матчи 25 в интенсивный АПЛ его потолок Вылезут мышечные и прочие травмы Просто физически он не способен играть больше Так что мы еще увидим пару центральных Рюдигер Кристенсен В обороне предстоит веселье Если, конечно, не купят еще одного сильного центрбэка Ну и позиции вратаря требуют укрепления Вроде как уже решенный вопрос Покупка 28-летнего галтипера Рена Эдуара Минди Это типер под 2 метра С ним Челси решит проблему необязательных мячей, пропущенных после навесов Синегалец уверенно играет не только на выходах, но и на ленточке Хорош при выходах 1 на 1 Вместе с тем очень слаб под прессингом И непонятно, сможет ли страховать высокую оборону синих Рен так не играет В общем, как по мне, неоднозначный выбор Но, наверное, все равно лучше Кепы Мое резюме прозвучит немного парадоксально Даже потратив больше всех на трансферы этим летом Челси еще только на полпути к суперкоманде И по дистанции АПЛ синие в том составе, который есть сейчас Могут периодически пропускать больше положенного По итогу заняв примерно такое же место, как и в прошлом году Друзья, мы внизу продублировали вопросы, которые задали новому сезону АПЛ И предлагаем вам на них ответить прямо по порядку на все 10 Лучшие и самые залайканные комментарии покажем в конце следующего топа Ну и заодно в нашем Телеграм-канале Подписывайтесь на него и на наши другие соцсети За помощь в создании этого ролика спасибо нашему аналитику Кириллу Хаиту Он на своем YouTube-канале тоже сделал видео про интриги АПЛ Оцените, нажимайте на колокольчик и гляньте наши прошлые ролики А заодно напишите, какая еще лично для вас главная интрига АПЛ-2021 Саня Журавлев, Мяч Продакшн, пока!